Всем здравствуйте, меня зовут Эдуард. Мы здесь приехали лечить нашего мальчика Максименко Владимира. Мы сами из Беларуси и уже находимся здесь второй раз. Первый заезд наш был осенью прошлого года. Очень результативный был заезд. Приехали мы сюда первый раз с мальчиком. Мальчик был в очень плохом состоянии, именно в психическом состоянии. Ребенок практически не различал папу, маму. Ему было все равно с кем находиться. После первого курса ребенок пришел в себя, стал называть папу папой, маму мамой. И вот когда мы приехали домой, буквально на утро я одел ребенка. И мы вышли в дом в городе прогуляться по улицам. Я взял голову за руку. И мы шли просто как здоровый ребенок со здоровым родителем. Для посторонних людей это была просто обычная картинка. Идет отец, ведет за руку сына. Для меня это было действительно счастье, потому что до этого мы вместе с женой выходили на улицу и держали его за руки. Это невыносимо было удержать. Он вырывался, он убегал, он не знал куда бежать, что делать. Здесь же он начал осмысленно смотреть по сторонам, посмотреть на машины, на людей. Но все это было величайшим достижением для нас. Поэтому мы воспользовались приглашением и приехали второй раз. Тут отдельно хочу спасибо сказать всем людям, которые нам помогли приехать сюда финансово. Огромное спасибо. Без вас мы бы конечно сюда не смогли приехать. Отдельное спасибо руководству Академии, которые идут на уступки и на финансовые, и материальные, и на моральные. Здесь действительно очень хорошая аура, великолепное отношение людей. В общем мы приезжаем сюда и общаемся с теми, которые приезжают, другие люди. Получается такая как бы коммуна. То есть живем внутри своим миром. Мир очень такой приятный, общительный. И даже при общении друг с другом уже ребенок начинает общаться, начинает какие-то слова говорить, какое-то все. Ну и по поводу результата второго заезда. Значит ребенок стал, давайте начнем с физических показателей. Ребенок стал физически более устойчивым, держит осанку. Стал более усидчивым. То есть если раньше он по комнате в основном находился в движении, то сейчас он побегал, немножко устал, он садится. Садится, отдыхает. Это тоже плюс. То есть уже я понимаю так, что мозг дает правильную команду. Мышцам мышцы отдыхают. Что касается движений по лестнице. Ежели мы в прошлый раз, мы практически его с третьего этажа на первый носили, потому что ребенок не мог сообразить, куда ставить ногу. Лестницу он не чувствовал. То теперь вверх он идет сам, без помощи абсолютно. Абсолютно поднимается сам по лестнице. Вниз, за руку, он думает, он становится ногу. Начинает думать и практически тоже сам. Это величайшее достижение для детей, больных мукопульсахаридозом. Что касается психики. Ребенок еще с того более уравновешен. Он стал замечать картинку в телевизоре. То есть не просто там смотреть в никуда. Стал различать сюжет. Если мультфильм Маша и Медведь, он говорит, это Маша, это меня. То есть начинает уже понимать, о чем ему вещают. Также и слуховые команды стал выполнять. Если я говорю, Володька, иди сюда. Он посмотрит. Иди сюда, сынок. Он начинает подходить. То есть становится полноценным членом общества. И я думаю, то, что здесь делают в Академии, не только для детей, больных мукопульсахаридозом, но и других людей. Действительно достойно внимания и уважения. Потому что куда бы мы ни обращались, только здесь нас поставили, можно сказать, на ноги. И если у меня появится возможность и финансовая, и другая, приехать сюда третий раз, я привезу сюда ребенка и третий раз, надо будет и четвертый. Это правда. Это то, что есть на самом деле. Добавлю еще на то, что по окончанию курса лечения, Здесь результаты эти не так заметны. Очень замечающий результат, когда приезжаешь домой, когда останавливается вот этот поток лечения. И в течение первой недели риска замечающих изменений. Мы когда после первого заезда приехали домой, у нас через три дня такие изменения в организме пошли. Я просто на глазах мой ребенок вырос на голову. На голову, ростом вырос и вытянулся. Скелет обрел такую более форму мужскую. То есть результаты видны после. Поэтому если появятся у меня результаты, я попытаюсь снять фильм дома и еще вам показать все то, какой результат мы имеем после всего этого. Здесь мы не используем никаких препаратов. Абсолютно никаких. То есть 21 день ребенок не получает никаких ни порошков, ни лекарств, ни стимуляторов, ничего абсолютно. И мало того, приезжая, когда мы приехали домой осенью, после первого раза, у нас зима прошла практически без посещения поликлиники по простудным заболеваниям. Это тоже плюс. То есть организм борется сам. Включается иммунитет. И те маленькие результаты, которые, может быть, даже глазу неопытному незаметны, когда они слаживаются в единый клубок, поверьте, это здорово, это нас радует как родителей. И мы счастливы тому, что наш ребенок не угасает, не умирает, а развивается и что-то новое появляется. То есть он не деградирует, он прогрессирует. Это благодаря Академии Миннесонки. Это Академия, в которой мы находимся здесь. Ну, сиди сам, самостоятельный парень, да? Ну, помогай, дядя. Привет, дядя. Привет. Привет. О, вот видишь, у нас компания здесь веселая, да? Привет. Мы уже занимаемся очисткой и кишечника, очисткой и печени, и все, мы же не сидим сложа руки. Мы тоже дома работаем. Все рекомендации, которые дает здесь Александр Горецкий, мы полностью выполняем дома и стараемся, стараемся исследовать инструкциям. Тем более, что настольная книга у меня сегодня, книга Александра Горецкого. Все описано достойно, все описано культурно. Даже если что-то какие-то у меня вопросы возникают, в любое время дня и суток я звоню сюда, в Польшу, получаю консультацию абсолютно бесплатную. Что касается внутреннего состояния внутреннего плана, то есть, я так понимаю, пищеварительный тракт. У нас, я уже в первом фильме говорил, что у нашего ребенка существуют проблемы пищеварительного тракта. То есть, именно проблема стула. Не было нормальной консистенции, либо одна крайняя сторона, либо другая. То уже после второго раза практически эта проблема у нас исчезла. То есть, ребенок стал самостоятельно посещать туалет и полноценно посещать. Да, может еще не так, ну, то есть, не с такой очередностью, как бы хотелось, то есть, более часто. Но, тем не менее, уже в нормальной форме это происходит. Это тоже большой плюс. То есть, организм начинает работать правильно, функционировать, направляется в правильную сторону. И я думаю, что наш диагноз, который на сегодняшний день звучит как приговор, ведь болезнь неизлечима и смертельна. Вот, наш Володя уже перешагнул тот смертельный рубеж, потому что все прогнозы диагностировали именно максимум 7 лет жизни нашему ребенку. То есть, при его состоянии физическом, нам так, врачи как бы сказали, что, ну, готовьте 7 лет, где-то 6-7 лет ребенок, а там, блядь, видно. Скорее всего, его не станет. На сегодняшний день мой ребенок становится полноценным человеком. Именно, чтобы был вот этот, вот этот рубеж, смертельный рубеж. Для нас это достижение. Идем, дождь, пойдем, 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 пойдем. Зайка мы сам, пошли сам. Сам, тихонько. Тихонько. Тихонько пойдем, пойдем. Тихонько, тихонько, хода. Держишься. Десять, десять. Ты где черепаха? Ножки, ножки, опа! Ты с Божьей помощью! С Бога! Раз, два, три, два! Молодец. 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 Тихо, тихо, тихо. Молодец. Встань, встань, встань. Встань, встань, встань. Сух. Встань. Сух. Здесь. Тихо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok